С событием, когда ребёнок переступает впервые порог школы, связано много важных моментов. Всё окружающее малыша говорит ему о строгости и ответственности. Обстановка незнакомая, но при этом очень интересная. Ведь занятия в младшей школе всегда проходят более разнопланово, с учётом возрастных особенностей. Тишину урока математики прерывает физкульт-минутка. Музыкальная и стихотворная. Она нужна для того, чтобы непоседливые малыши не заскучали за партами, а также смогли размять мышцы после продолжительного сидения. Всё же 45 минут для них пока ещё достаточно много. Мы стараемся подбирать такие физкульт-минутки, чтобы были задействованы все группы мышц. И вот такие физические упражнения, они, как правило, сопровождаются несколькими строчками стихотворной формы. Для того, чтобы урок был более ярким и интересным, мы показывали физкульт-минутки именно с музыкальным сопровождением, которые помогают именно сменить деятельность и снять у детей усталость, что также немаловажно именно в младшем школьном возрасте. Потому что в силу своего возраста детям просто необходима смена деятельности, для того, чтобы у них было хорошее самочувствие и настроение. Поддержать осанку и статность шага в третьей гимназии всегда позволяли занятия хореографией. Это направление в учреждении пользовалось и пользуется особой популярностью. Открывая для себя мир танца, мальчики и девочки активно развивают все группы мышц. И спина здесь задействована особенно. Я очень люблю танцы. Мои любимые танцы – классические, народно-сценические, бальные. Танцы для меня – это отличный досуг, который знакомит меня с миром искусства, пластики и музыки. Занятия танцами развивают физически. Старшеклассников танцоров отличить всегда можно без труда. И юноши, и девушки обладают точеными фигурами и исключительно правильной осанкой. К этому моменту их мышцы спины хорошо натренированы, что просто не допускает каких-либо искривлений позвоночника. В свое время были такие исследования в хореографическом училище государственном, там, где готовят артистов балета с 10 лет. Обращали внимание, что первые полгода дети теряют многие свои навыки. То есть начинается ломаться другая система координат физиологически. Поэтому детей ломают, но потом они со второго полугодия стремительно перегоняют своих сверстников. Поэтому наши дети, конечно, лучше двигаются, лучшие результаты. Вообще, я должен сказать, что и активная позиция у них, они более активны в общественной жизни. Они не боятся камер, они могут выступать перед аудиторией, они люди публичные. То есть, конечно, это очень много потом помогает, и в вузах, в институтах они очень активны. Образовательный процесс построен с учетом индивидуальных возможностей каждого ученика. Главное, чтобы были сохранены все составляющие здоровья. Это и психоэмоциональное, и физическое, духовное, и социальное. Конечно, какие-то коррективы вносит сейчас эпидемиологическая обстановка, связанная в связи с ковидом. Но, тем не менее, у нас все меры предосторожности соблюдены. У нас разработан план работы в таких непростых условиях учреждения образования. И мы имеем возможность, чтобы все учителя были обеспечены масками, средствами индивидуальной защиты. Поэтому все условия соблюдены, безопасные условия для организации образовательного процесса в гимназии. Сегодня, несмотря на вызовы пандемии, гимназия номер три работает в штатном режиме с соблюдением всех мер безопасности. Сейчас учащиеся педагоги участвуют в конкурсах онлайн, демонстрируя свои музыкальные и хореографические способности. Однако, как известно, зрителя в реальном зале не заменит ничто. Поэтому будущая встреча с публикой обещает быть яркой и запоминающейся. Спасибо. Спасибо.